В последние годы под председательством президента Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами осуществляются масштабные реформы с целью повышения обороноспособности страны. Создаются новые части и подразделения, совершенствуется материально-техническая база имеющихся формирований. В частности, в 2021 году был создан Центр подготовки снайперов Министерства обороны. По информации ведомства, команда Узбекистана заняла первое место среди 36 коллективов из 11 стран мира. В соревнованиях самая лучшая снайперская команда, проходивших в Турции, зафиксировав при этом 5 рекордных результатов. В связи с реформами, проводимыми в системе обороны, в последние годы особое внимание уделялось повышению квалификации снайперов. В частности, в созданном в 2021 году в Центре снайперской подготовки Минобороны есть все условия для совершенствования военнослужащими теоретических знаний и практических навыков снайперской стрельбы на основе современных стандартов. Около 20 учебных мест в этом центре, полностью отвечающих современным международным стандартам, служат повышению как теоретических, так и практических знаний военнослужащих, дальнейшему совершенствованию профессионализма. Это показывает свои результаты в соревнованиях, проводимых на международной арене. Готовы к любому сценарию. В течение 10 дней изнурительных и напряженных испытаний и мастерства военнослужащие Узбекистана демонстрировали свой профессионализм, став первыми в соревновании на звание лучшей снайперской команды. В ходе соревнований командам предстояло сразиться друг с другом в ряде испытаний, призванных проверить не только их меткость, но и выносливость, маскировочные навыки и способность критически мыслить в движении. Состязания прошли в напряженной, честной и бескомпромиссной борьбе. Абсолютно все участники применяли современное оружие. Нашей команде удалось продемонстрировать превосходство в условиях ночи. Нововведением этого года были условия, которые выполнялись в ночное время суток. Установили рекорды. Стартовав на очень хороших позициях, снайперы Минобороны Узбекистана получили высшие баллы за испытания, в котором пришлось выполнять стрельбу днем и ночью под высоким углом на склоне, а также на дальнюю дистанцию. Рекордный результат установили в ходе ночной стрельбы при охране острова, боевой стрельбе из вертолета, а также стрельбе при преодолении препятствий с боевыми действиями. Победа с огромным преимуществом оказалась скорее предсказуемой, нежели неожиданной. Сборная команды из Узбекистана стала абсолютным победителем. Ей вновь удалось зарекомендовать себя достойным продолжателем наследия предков полководцев. В 12 условиях установили 5 рекордов. В состязаниях нельзя было применять лазерные дальномеры. Мы определяли цели на расстоянии тысячи и более метров с помощью оптических приборов и ликвидировали их в течение заданного времени. Встречали победителей международного соревнования в аэропорту представители Минобороны. Родные и близкие. Есть что отметить и военнослужащим, профессиональная подготовка которых проходит на базе созданного центра подготовки снайперов Минобороны. В пятерку лучших по итогам престижного соревнования вошли команды Турции, Бахрейна, Болгарии и Пакистана. У хозяев соревнования второе место. Команда из Бахрейна заняла третье место. Пьедестала почета. Пьедестала. 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 Пьедестала.